Поэтому я вас попрошу отвечать на вопросы. Наш проект «Нарва-Ватман» по-русски называется «Управление водными ресурсами реки Нарва. Гармонизация и устойчивость». И это часть большой программы приграничного сотрудничества России и Эстонии на 2014-2020 год, который финансируется Европейским союзом, Эстонии и России. Мне интересно то, что можно смотреть, какие будут получаться реакции из двух или более химических элементов при смешивании. В принципе, значит, из чего все каждое состоит. Я знал, что в воде содержатся некоторые химические элементы. Мы это на патруду проходили. То, что было сказано, что эта вода, конечно, прогоняется по фильтрам разным, которые фильтруют ее. К питью она... Не каждая, конечно, из-под крана к питью пригодна. Но она и не без всяких примесей. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, вот эти методы, которые мы показываем, они рассчитаны на обычных людей, которые, имея либо нулевую базу, либо минимальную школьную, могут сами пройдить опыт и определять качество воды. С рекой Нарвы пока все неплохо. Это благодаря тому, что эта река вытекает из огромного озера. Соответственно, это озеро служит фильтром для тех загрязнений, которые поступают сверху. И дальше вниз по течению реки у нас еще есть водохранилище, еще один фильтр. И дальше на самой реке находятся достаточно небольшие города, которые не приносят много загрязнений. Поэтому сама река мощная, и даже те загрязнения, которые поступают, она их в себе просто разбавляет и все. Нужно знать про это, что может быть вообще, что определяет состояние. То, что река, например, имеет коричневый цвет в лесу, это совсем не значит, что она грязная. Это просто значит, что в ней много органических веществ, например. Она может быть идеально чистой и можно спокойно пить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова